Дело всё в том, что сегодня такое чудовищное время, что если родится Пушкин, его никто не заметит. Всем некогда, все куда-то бегут и так далее, и так далее. Я просто говорю, что даже сегодня у нас есть какие-то яркие, интересные, абсолютно индивидуальные люди, которые как раз базируются на великой русской культуре. Касается писателей определенных и художников, у нас живопись, например, живет совершенно своим, абсолютно мощным путем, и есть корни, когда мы, не мы в смысле, а русские художники давали направление в движение, там, как Кандинский, Шагал и так далее. Я сейчас просто говорю, что и в искусстве как таковом не идет, ну, может быть, так сказать, технические, техногенные, я бы даже сказал, так сказать, связанные с кино, попытки, но мы не можем, потому что они вкладывают 240 миллионов долларов в картину, а мы вкладываем, понимаешь, да, полтора миллиона долларов, в лучшем случае. Это несоизмеримые вещи во всем. Но, например, в той же эстраде, в классической, в песенной эстраде, в главной, все равно Киркоров, Лепс там и даже тот же, так сказать, Михайлов, которого кто-то любит, кто-то не любит, все равно будет популярнее, чем Мадонна, Леди Гага и так далее. С этим никто ничего не может сделать. И замечательно. В театре, театр живет самобытной, собственной жизнью, не ссылаясь ни в коей степени ни на кого, ну, разве что только вот направление в мюзикле сильно напоминает американское давление, английское, в общем, американское во второй степени. А все остальное, театр, другое там дело, сегодняшняя ситуация в театре такая или сякая. Неприятные истории, связанные с этим чертовым Вагнером, понимаешь, так сказать, жуткая история, которая нехорошая, мне она не нравится, и нельзя было этого делать. Вот как раз как-то я затрагивал систему, что не может церковь давить на нас, на всех. Ну, вам не нравится, отойдите. Никто же не видел этого спектакля. Вот ведь в чем дело. Поэтому и идет своим путем самобытным, лучше, хуже, ужас там от Руслана и Людмилы, страшная, так сказать, постановка в Большом театре. Кроме тихого ужаса в этом модерне. Ну, и, так сказать, в той же Венской опере сегодня выходит Тарубадуру в джинсах и начинает рассказывать там. Понимаете, я имею в виду, что это уже никто не понимает, куда движется. Кто-то так, кто-то сяк. На то оно искусство, чтобы быть разным. На то оно искусство, чтобы быть самобытным. Не могу абсолютно сказать, что космополитизм какой-то давит. Давит только в кино. И то, как бы давит, вот делайте так. Но драматургически мне всегда не интересно. Технически они потрясают. Драматургически мне не интересно. И редкие фильмы, там, как Бёрдман, например, просто меня потрясет тончайшей мудростью. И, конечно, никакого проката, никакого даже Оскаровской гран-при не помог. Ну, она там что-то заработала и так далее. Но для меня это прекрасный шедевр великой, американской. При всем том, что многообразие ее. Но мы вот эти вот тонкие вещи, близкие мне, как, так сказать, художнику, они далеко находятся друг от друга. Поэтому я считаю, что искусство наше осталось самобытным, как фактом. К сожалению, к большому есть одна страшная тенденция. Это касается и спорта, это касается и искусства, особенно музыкантов. Значит, тренеры и учителя большого мастерства, проверенные, которые могут вывести и талантливо там ребенка сделать из него, требуют сегодня, чтобы им платили еще отдельно эти родители. Как правило, ну, трагедии, талантливые дети, как правило, у бедных родителей. Значит, родители говорят, я не могу платить еще дополнительно там 100-200 долларов. У меня нет таких денег. Нет денег – иди нафиг. Значит, этот ребенок тыркается, тыркается, и, соответственно, перестает быть. Или хватает родителей, талантливого спортивного ребенка отправить за границу, где тут же появляются спонсоры и тренеры, и так далее, и так далее. Как дальше будет? Такая же история происходит и в искусстве, особенно вот в музыкальном исполнительском. Значит, скрипача может научить вот этот педагог, вот этот. А он тоже говорит, а что мне, что я? Ну, от того, что ты будешь знаменитым, мне легче не станет. Отдай бабки, я тебе сделаю знаменитым. И вот эта вот трагедия, мы, так сказать, очень сильно сейчас, то, что у нас доминировало, это спорт, это музыканты, очень сильно сейчас провалилась. Театральная история не такая, так сказать, слава богу, что как-то ребят каких-то, хоть и есть платные актерские, в результате все равно они проходят какие-то специальные уже готовые конкурсы, и действительно талантливые начинают работать, так или сяк. И много сейчас ярких, талантливых ребят. И в музыке есть, но их так мало стало, такие единицы, такая для меня, так сказать, печальная горе. Я вот вычислил, особенно по спорту, это сто процентов. Мы никак не можем, вот, и остановить это никто не может. Если раньше не было такой, рубль не имел такой деятельной формы, ну, можно было что-то потратить, то сегодня они очень имеют значение большое, можно и поехать отдыхать. Поэтому этот тренер, этот тренер говорит, дайте деньги, я выучу. Мало тебе платить? Мало. Дайте мне еще. Вот главная проблема. Отсюда происходит. Но само по себе искусство вот держится, и будем надеяться, что будет держаться. И талантливые. Я только что слышал блистательную Анну Нетребко в Зальцбурге, на фестивале, в Трубадуре. Она была гениальной. Народ ей рукоплескал. Стой. Вот это для меня. Только что ушла из жизни великая Майя Плесецкая совсем недавно. Этот человек, это просто даже гиперзвезда, понимаете, и так далее. Тот же Дмитрий Харостовский, которого знают во всем мире. Что может быть приятнее, прекраснее, вот так сказать, видеть такие пики талантливых людей? Или Дмитрия Мацуева, Дениса, простите, Дениса Мацуева и сейчас каких-то ярких вот исполнителей. Я сейчас специально в разных... И это, так сказать, счастье и удовольствие это видеть.